Всем доброго времени суток! Вы на канале Топатун ТВ и сегодня мы вам расскажем, что нужно знать при покупке эблифара. Вот вы встречаетесь с покупателем или заводчиком, и первое, что нужно сделать, осмотреть эушку внешне, проверить наличие грибка, рахита и истощения, но опять же смотрите на свое усмотрение, случаи бывают разные. Узнайте о продавца родителях этой эушки, о ее поведении, активности. Нежелательно брать ее эблифара моложе 3-4 месяцев, так как в этот период времени могут проявляться скрытые болезни, он же синдром эникмы, легкой, средней или тяжелой степени осложнения. Вот вы и купили эблифара от 4 месяцев и старше, и как за ним ухаживать мы рассказываем в предыдущем видео, ссылочка в описании. Но если вы все же решились и взяли совсем маленькую, например, недельную или месячную малышку, то сейчас мы вам подробнее расскажем о охоте за молодняком. Недавно мы приобрели недельную эушку Морфа Блэк Холь. Все, что мы не знали на данный момент, это то, что она родилась 20 января. Родители не синдромные, но с полом нам оставалось только гадать. Но по словам продавца, это была самка, так как она была вылуплена при более низких температурах, в пределах от 26 до 28,5 градусов. Точно определить пол мы сможем только через 3 месяца. Назвали мы эушку Сигма. Мы будем наблюдать, как она взрослеет, как меняется ее окрас и набирается полезными веществами ее хвостик. И все это вы можете видеть только на нашем канале Топатум ТВ. Итак, у нас уже есть эушку, и теперь мы с вами поговорим о ее домике. В нашем же случае вы видите контейнер большого размера, но это не совсем правильно, так как нам показалось, что эушка в нем чувствует себя некомфортно и теряется. Поэтому через день мы купили ей чуть-чуть поменьше. В контейнере у нас находится влажная камера, в нее мы положили мох с фагном и накрыли его салфеткой. Обычная салфетка высыхает буквально за 3-4 часа, именно поэтому мы положили под нее мох с фагном. А как все мы знаем, он благоустойчив и остается влажным до 2 дней. Малыши обливара в таком возрасте могут путать мох с едой, и съев его в будущем, у них будет проблема с пищеварением. Именно поэтому мы накрыли его салфеткой. Емкость для питья у эушки должна быть небольшого размера, так как малышка может захлебнуться. Также можно использовать крышку от бутылки или от маленьких баночек. В качестве укрытия можно также использовать контейнер, но если хотите, можете взять любые другие декорации или декоративные укрытия. Вот, например, кокос. По всему контейнеру мы разложили салфетки, так как эушка еще не выбрала свой определенный угол для туалета. Через день наша эушка Сигма уже исследовала все места в новом домике и чувствовала себя комфортно. И в этот день мы ее покормили двумя маленькими сверчками, присыпанных витаминами и кальцием. О подробном кормлении мы рассказывали в предыдущем ролике. Вон, как уплетает вкусных сверчков. Если проголодался, ставь лайк и подписывайся на канал, чтобы не пропустить новое видео с малышкой Сигмой.